А в нашем следующем сюжете речь пойдет о книгах, посвященных оперному театру. Смотрим. В Казахской национальной академии искусств имени Жургенова недавно были презентованы две новые книги известного музыковеда Людмилы Жуйковой. Одна из них посвящена эстетическим взглядам знаменитого русского композитора Модеста Мусоргского. Вторая – репертуарной политики старейшего казахского театра, оперы и балета имени Абаев. Репертуарная политика, от нее ведь все зависит и воспитание вкуса зрителей, и кассовый интерес, что говорить, не скроешь этого. Поэтому и, знаете, и также воспитание новых наших композиторов, которые будут опробовать свои опусы. Так что это очень важная площадка для, эстетическая площадка. Книга, написанная в соавторстве Солийской театра Динарой Ясентаевой, охватывает временной период длиною в 80 лет. С момента рождения театра в 1934 году по 2014 год. И, конечно, там были и спады, и подъемы, и свои вершины. И мы называем эти вершины, и указываем на недостатки. И, главное, мы предлагаем парадигмальную фигуру. Такой фигурой авторы считают деятеля Серебряного века Сергея Дягилева, первого продюсера в сфере театральной антрепризы. Который, как никто другой, умел почувствовать и определить новые тренды в искусстве. И не только следовать им, но и формировать и воспитывать вкусы публики. И потом высказываем гипотезу, почему «Лебединое озеро» на сцене нашего театра идет 75 лет, и с самыми высшими рейтингами идет при переполненных залах, почему народ тянется именно к этому балету. И мы высказываем мысль о его музыкальной и балетной симфоничности. Презентованные монографии несут в себе важные исследования в области музыкального и хореографического искусства. А широта взглядов Людмилы Анатольевны поражает воображение. Автор планирует выпустить в ближайшем будущем еще ряд книг, посвященных музыке, живописи и танцу. Автор планирует выпустить в ближайшем будущем.